Никого же не было. Война. Все на фронте. Мы остались 13-14 и такие же ребята, как мы. Жительница Щелкова Евдокия Ивановна Четырена вспоминает, как трудилась в тылу по Таринбургам. Бок-обок с такими же юными мальчишками и девчонками. Еще не взрослыми, но уже и не детьми. Война изменила судьбу миллионов, но не сломила духа советского человека. Сегодня Евдокия Ивановна не 90 лет. И в свой день рождения она принимает не только поздравления с юбилеем, но и награду, юбилейную медаль «75 лет победы». Пошли вас поздравить с 90-летием, наручить вам подарки, письмо от Владимира Владимировича. Самая главная медаль 75-летия в победе в Великой Отечественной войне. В этот день 90 лет отметила еще одна жительница нашего городского округа. Труженик тыла Нина Кузьминишного-Дачкория. Когда началась война, она находилась в родном Щелкове. Там называлась в то время вторая зона, бараки. Никакая улица, ничего. Это около больницы, стадион. Стадионы сейчас существуют. Там было у нас 8 бараков. Все, конечно, трудились на благо победы. На фронте погиб папа. Война началась. Его взяли в августе месяце. Провожали мы его со станции Щелково. Стоял эшелон. Вагоны стояли. Конечно, у нас было трое. Сестренка, брат. Последнего брата с 1926 года взяли в самую последнюю очередь. Уже после войны Нина Кузьминишна трудилась на химзаводе. В 18 лет попала в комсомольскую молодежную бригаду. Мы выпускали военную продукцию для флота и для самолетов. И там я проработала 44 года. Позже трудилась еще 10 лет за вхозом в Щелковском военкомате. А сегодня Нина Кузьминишна – счастливая мама и бабушка. В день рождения ее также поздравили с 90-летием власти муниципалитета, передав письмо от президента и зачитав поздравительный адрес главы городского округа Щелково. Женщине-ветерану также вручили юбилейную медаль 75-летия победы. Юбилейную медаль вручили на душе. Такая радость. Анна Балиет, Валерий Жеглей, Щелковское телевидение.